всем привет возникает много вопросов по поводу работы схемы с дросселем сейчас я хочу насчет обратной связи кольцевых токов которые говорит иногда сейчас я вам покажу что-то такое во всяком случае как я его понял вот наша схема плюс источника дроссель транзистор я пока нарисую полярник так проще и цепочка съема диод конденсатор и сюда же то есть вот это у нас выход все как по романову только набор от этих идет для распределения но мы используем полевой транзистор в нем есть защитный диод вот вот диодик вот он так вот этот диод этот диод это равносильно что его включить вот так вот это что это вилка в раминг правильно правильно вот наш конденсатор то есть если мы по этой цепи поставим еще такой конденсатор набор мы получим вот эту цепь то есть вот это вот у нас есть уже идет на самозапитку но какая ситуация по иногда мы вот не постоянно снимаем как с той романов говорил что надо через развязку ну через развязку он потому что отсюда съем на самозапитку сделать без развязки гальванической нереально а здесь он уже организован но самое интересное что и сюда и сюда мы должны давать импульс на вот такая хитрая энергия не знаю чё это еще не понял понял просто сама запеку вот у него кольцевой ток в схеме кольцевой ток четырьмя дросселями идет выброс именно через вот этот диод на сама запитку также самое в типу все вы помните в типу вот у нас одна фаза вот у нас перекрытие вторая фаза вот у нас перекрытие третья фаза вот когда закрывается вот этот вот этот открыт то есть вот этот импульс вот этот импульс он у нас уже идет сразу в катушку то есть мы меньше используем но транзистора вот это вот он это необычный диод он не пропускает этот импульс поэтому лучше всего ставить еще один шунтирующий а самое лучшее самое лучшее то есть организовывать двойной съем с двумя прерываниями то есть как здесь ставить ключ вот здесь вот ключик на нагрузку мы ставим с другой частотой также самой вот этой вот цепи вот этой вот цепи надо вот здесь вот тоже ставить ключик то есть о ds вот это пика шила как мы говорим в ней содержится сразу как положительной так и отрицательная составляющая относительно вот этой точке вот чем хитрая тэнер я сейчас покажу на опыте что это действительно что возможно зарядить зарядить то есть снимает эту схему переделаем вот эта вот часть у нас остается а вот сюда я просто сделаю такую часть вот раз так так и так то есть вот вот моя вилочка будет что этот конденсатор зарядиться что это только это будет своим а этот своим вот при такой фигне а вот здесь вот ставим ключик и на три четырех дросселях вот и получается кольцевой ток ну просто он использует диод встроенный прямо в транзистор и все но это он неправильно а сейчас опыт покажу итак опыт что мы имеем конденсаторы накопительные банки вот всем видно плюс вот съемная 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 вот диод плюс сюда вот 2 диод вот я взял электролит нет у меня банок вот электролит вот минус подключен он минус то есть я его буду подключать вот сюда меня прервали так вот этих банок на постоянку идет вот лампочка съем будет идти чтобы не рванула вот эти вот трещат эти вот гады трещат этот держит но его кратковременно подпускаю вот дроссель ну это вот по моей схеме как я вылаживал через доп обмотку я качаю доп обмотку снимаю с до сего дроссель и так подключаем питание не включаем подключаем вот все работает лампочка горит теперь теперь я подключаю для снятия минусов опа все так то что на эти кондеры заряжаются видно потому что горит лампочка а на этом конденсаторы то что есть заряд говорит вот это вот вещь то есть как положительная так и отрицательная полуволна присутствует в импульсе оэдс именно отрицательную волну отрицательного внутри четырех дросселях при четырех дросселях если каждый идет еще и ой каждый транзистор я думаю зашунтировать еще одним диодиком а можно парочка или же организовать с конденсаторами съем тоже там поключевать я только принцип просто то оно будет само себя запитывать во всяком случае потребляемый ток упадет в разы вот и все в принципе к чему я пока дошел есть еще наработки но тут сложно объяснить все всем пока